Сегодня мы узнаем всю правду о Ноге и других частях самобытного организма Ивана Аглобыстина. Иван, я, собственно, почему про Ногу? Потому что Нога — это первый фильм, в котором вы дебютировали. Фильм, я считаю, что должен был бы стать культовым, если бы создатель этого фильма не ушел так рано из жизни, и он бы тоже был бы столь же культовым персонажем, как Иван Аглобыстин. Почему в этом фильме вы под псевдонимом выступили? Ой, ну существует мистика кино. Я был юн и, следовательно, пытался соответствовать всем представлениям киношным. Нехорошо кончает герой. Фильм тяжелый по Фолкнеру. Добились, как это неудивительно, адаптации. Причем делала сценарий, написала Надя Кожушаная, тоже «Царство небесное» рано ушла. Гениальная сценаристка. Им удалось, самое главное, выявить вот то тоскливое чувство душевной недостаточности, которое свойственно людям, прошедшим тяжелыми военными стезями. Ко мне подходили, предположим, служащие ранее в Афганистане солдаты. Я не скажу, что они были интеллектуалы, потому что фильм все-таки такой серьезный, умный. Но, тем не менее, они почувствовали сердцем, что это вот о том. Нам удалось достичь этого чувства, что испытывают обычно люди, вернувшиеся с войны. Изначально фильм должен был называться «Фантомная боль». или «Фантомная боль». А потом решили оставить нога. Ну, не знаю, из каких соображений исходили. Это была первая моя работа артистом. Я не хотел быть. Меня призвал... Вы хотели быть сценаристом? Нет, я заканчивал режиссерский. Не заканчивал. Это второй курс режиссерский. Я сижу в общежитии. Ко мне приходит Ренат Давлетьяров, продюсер. Это первый его фильм как продюсера. Предлагает мне ехать на юг, сниматься в главной роли. Ну, я подумал, почему нет. Лето на дворе. То есть, псевдоним вы решили выбрать, прочитав сценарий. Да. Мне показалось, что я не хочу связывать этот сценарий со своей судьбой. Может быть, я сделал правильно. На самом деле, потому что Надя рано оставила нас. Никита оставил рано нас. Очень хороший человек. Никита Тигунов. Да, очень хороший человек. Это был мой верный, любимый друг. Замечательный, интеллигентный, эрудированный, мягкий. Вот, ну, по-хорошему. И, видимо, я избежал этой судьбы как раз один из вариантов. Мне кажется, что не избежали. Потому что вот ваш герой, он как бы не то, что там раздвоение личное, это такое расслоение, как бы происходит личности. И мы наблюдаем биографию Ивана Хлобыстина, который выступает в самых разных и поставщиках. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.